Традиция проводить новогодние ёлки для детей давно уже существует в нашем муниципалитете. И вот вновь в конце декабря ребята из социально незащищённых семей, а также те, кто учится на одни пятёрки и школьные активисты, собрались во дворце спорта. Когда мы видим улыбающиеся лица детей, когда мы следим, как они внимательно смотрят за тем, что происходит, верят, а мы сами становимся детьми и понимаем, что Дед Мороз есть. Прежде чем самые главные гости праздника попали в волшебный мир сказки, их встречали аниматоры и провожали в интерактивную зону, где можно было принять участие в мастер-классе по раскраске новогодних шаров, поиграть и потанцевать. Здесь даже предусмотрели почту Деда Мороза. На месте можно подойти, взять бумажку, написать своё заветное желание, поместить его в конверт и далее положить в этот волшебный холодильник, откуда Дед Мороз непременно все письма заберёт и исполнит желание. В зале более тысячи детей, и это только участники одной из трёх ёлок, которые прошли в этот день. Гаснет свет, и на сцене появляются герои постановки новогодней проделки Бабы-Яги. Баба-Яга – это же у нас всегда коварный персонаж, который всегда хочет испортить праздник и власть в свои руки взять, чтобы не Дед Мороз вершил, а она. Но сказочной проказнице, которая хотела заразить всех ребят плохими человеческими качествами, не удалось сотворить зло, потому что на помощь пришёл Дед Мороз и своим волшебством развеял чары. Дедушка, как хорошо, что ты пришёл. У нас такое было, такое было. Знаю, знаю, милая. Мне уж сорока Белобока всё рассказала. Ну что, баба-Яга и Веший, опять за своё взялись, опять праздник детям портите. Красивые костюмы, разнообразные декорации, свет, звук – всё это погрузило ребят в волшебную атмосферу, помогло оказаться в сказке, стать полноценными участниками событий. Впечатлений добавили сотни шаров, которые посыпались на детей прямо с потолка. Костюмы, танцы красивые и хорошо играли артисты. Всё было просто замечательно. Мне очень понравились такие эффекты, и когда шарики посыпались, просто вау. Мне понравилась она очень сильно, и она на меня произвела очень много впечатлений и новогоднего настроения. И что самое главное, дети усвоили важный урок, который старались донести до них режиссёры спектакля. Нельзя воровать, нельзя обманывать. Если взял, допустим, чужие вещи, надо отдать. Пока юные участники мероприятия наслаждались праздником, фойе для их родителей организовали удобную зону ожидания с буфетом. По завершению спектакля ребятам раздали сладкие подарки. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, ВиднетВ.